Морта, давай поговорим. Какая печаль тебя гложет, шеф? Морта, ты сказал, что ты Мимир, правильно? А, точно. Мимир — это летающая энциклопедия. Ты информацию кладёшь, ты информацию берёшь. Но разве Мимир сделан не из серебристого металла? И что? Может, некоторые состоят, но я — нет. И знаешь, на планах встречаются и более странные вещи, шеф. Я не думаю, что ты Мимир, Морта. Так что же ты? Что за допрос такой, что ты вообще знаешь про Мимиром? Достаточно, чтобы заподозрить тебя во лжи. Для начала, как насчёт пропавшей строки на моей спине, говорящей не доверять тебе? Затем это. Что я, по-твоему, должен думать? Ну ладно, я... Не Мимир. Но я знаю много всего, так что я могу быть как Мимир. Что же ты есть тогда? Я — летающий череп, который много знает. Что насчёт твоего батарианского запаха? Что ты можешь знать про батарианский запах? Если только... Эй, а не говорил ли ты обо мне с этой Тонарей? Что она знает? Ну, она случайно кое-что упомянула. Это ведь батарианский запах, верно? Вообще-то... Да. Но... В общем, да, ну, пахну немного. Извини меня. Почему ты пахнешь как Боатор? Я... Побыл в аду некоторое время. Довольно долго. Вонь в тебя прямо впитывается. Ты был в аду? Что ты там делал? Ну, видишь ли, на Авернусе на первом уровне Боатора есть эта колонна. Называется колонна черепов. Но она больше похожа на колонну голов. Я слышал, как кто-то осторожно сказал, что она предположительно сложена из голов всяких пней, по большей части мудрецов и учёных, которые использовали свои знания для того, чтобы понемногу вытягивать истину из других. Они так увлекались, что могли поранить или убить кого-нибудь. Но, когда я умер, я оказался там. Ха, весело, а? Вообще-то нет. Эх, Мурта замолчал. Да, ты прав. Это вовсе не смешно. Видишь ли, когда я был жив, думаю, я знал много всего. И, может, когда я что-то знал, я не всегда говорил правду об этом. Возможно, когда я сказал правду раз или два, я мог случайно занести кого-нибудь в Книгу Мёртвых раньше, чем им было суждено. Можешь припомнить кого-нибудь? Не могу сказать, откуда я это знаю, шеф, но я думаю, это был ты. Хотя бы однажды. Дело в том, что я не могу вспомнить, что произошло. Я даже не помню, как я был человеком или чем была моя жизнь, прежде чем я очнулся в колонии. Так, почему ты забыл? Я думаю, что это довольно часто случается, когда умираешь. И думаю, в тебе нет ничего странного. Ты просто забыл. Я узнал, что не был полноценным членом общества. Но, черт возьми, кто я? Морта вздохнул. Это все, чем я могу помочь. Нет ничего хуже, чем все время быть честным. За исключением приговора к Аду. Это звучит много хуже, чем говорить правду. Точно. Эх, ты прав. Снова. Морта клацнул зубами. То, как он это сделал, напомнило тебе кое о ком, кто барабанит пальцами. Я предполагаю, что все добро и зло, ложь и вранье пойманы вместе с тобой. И когда я был занесен в Книгу Мертвых, это был мой черед платить перевозчику. Так как же ты сбежал из колонии? Удавил мой журнал. Ну, ты немного мне помог, шеф? Когда ты показался у колонны черепов, я протиснулся вперед. Мое очевидное ноу-хау и обаяние привлекли твое внимание. Ты знал, что я был самой знающей головой. Так что я заключил с тобой договор. Договор? Пока Морта говорит, твое зрение заливает огненно красным. И ты слышишь унылую, ужасную, вопящую башню голосов, болтающих, орущих, выкрикивающих изо всех сил. Они все кричат, умоляют о посвобождении. И голос Морта, слабый, почти не слышный в этой Аравии голосов. Голос его кажется отчаянным, жалким, безнадежно потерянным. Ты, череп, говори. Унылые голоса затихают, и ты смотришь на крошечный красноватый череп. Его изломанные черты отсвечивают адским огнем. Его зубы стучат, словно от холода. Я могу тебе помочь. Я знаю, что ты ищешь. Все эти головы, все их знания. Только, пожалуйста, я умоляю тебя, освободи меня. Позволь мне помочь тебе. Я расскажу тебе все, что угодно. Я расскажу тебе все. Ты расскажешь? Поклянись в этом череп. Поклянись служить мне до моих последних дней, или ты останешься здесь. Я клянусь! Клянусь! Только, пожалуйста, пожалуйста, освободи меня! Я... Ты видишь, как Морте болезненно сглатывает. Его гордость почти ощутима. Я умоляю тебя, позволь мне помочь тебе. Пожалуйста. Хорошо. Я освобожу тебя. Твое видение скользит, словно ты двигаешься, и унылая вопящая какофония начинается снова. Кошмарная орда подбываний, мяуканий, насмешек и оскорблений. Ощущения твоих рук, погружающихся в отвратительную трясину колонны, укусы клыков, толчки, и твои руки смыкаются вокруг крошечного черепа и выдирают, вырывают его из колонны, словно старый струп. Готово! Ты смотришь на кровавый череп в твоих изодранных руках. В него глаза залеплены с укровицы из колонны, а зубы клацают. Один раз, два раза. Это напоминает тебе плачущего новорожденного, беспомощного, и в глазах человека, которым ты когда-то был, жалкого. Я освободил тебя. Твоя жизнь сейчас, и твоя смерть мои, Морте. Твое видение вихрится, туман прошлого рассеивается, и Морте все еще говорит. А мы немного поговорили, шеф, ты и я, смотрели, сработает ли договор, и я думаю, мы оба произвели друг на друга впечатление. Так ты взлег меня из колонны, и с тех пор я с тобой вроде как. Ммм, что случилось потом? Ну, я не знал, что потеряю большую часть знаний колонны, как только выйду из нее. Я имею в виду, как я мог знать, если я никогда не был снаружи этой чертовой штуки. Но ты был очень понятлив насчет этого. Ты потерял все знания, которые у тебя были? Твое видение снова взвихрилось, вызывая головокружение, и у тебя перехватило дыхание. Ты слышишь треск, хруст костей, и вой Морте. Вопль боли, кричащий кому-то остановиться, перестать, убивать его. И твоя рука, бьющая снова и снова, и... Будь ты проклят, череп, что лгал мне, я впихну тебя назад в эту чертову колонну и оставлю тебя там умирать. Стук кости от то, что звучит, как металл, стену или пол и клацание выбитого зуба. Ты слышишь Морте, повизгивающего, как побитая собака, просящего тебя... Знай, что твои страдания, в колонне, ничто по сравнению с мучениями, которым я тебя подвергну. Твое видение взвихрилось, и крики Морте убывают, затухают в ритм его болтовни. И так ты понял, что мне еще можно найти применение, так что ты взял меня с собой, и с тех пор я с тобой. Морте, что мне было нужно у колонны, и как давно я тебя освободил? Морте задумался на мгновение. Ну, насколько давно, я не могу точно сказать, шеф. Годы, полагаю. Каждый раз я делал все, чтобы тебе помочь, но... Морте вздохнул. Это непросто. А по поводу того, чего ты хотел от колонны, я этого не знаю. Я не смог вспомнить после того, как ты меня вытащил оттуда. Морте, почему ты ничего не сказал, когда мы были в Мортуаре? Морте внезапно переходит к защите. Потому что я не знал, кем ты будешь. Некоторые из твоих инкарнаций были психованные, сумасшедшие. Однажды ты решил, что я, твой собственный череп, и гонялся за мной вокруг шпиля, пытаясь засунуть обратно. К счастью, тебя сбило повозкой, проезжающей мимо. Другой ты, честный и справедливый, пытался засунуть меня обратно в колонну, ибо, видите ли, я ей принадлежал. Морте охмыляется. Вот поэтому, кроме того, твое незнание не принесло вреда. Значит, все это время ты был со мной? Ну, да, шеф, я сказал, что буду, я так и сделал. Морте всегда держит слово. Он помолчал. Ну, больше их часть. На Арборе был один болтун, который... Ты неожиданно сообразил, что-то он, Морте, изменился. Ты однозначно понял, что он пытается что-то скрыть. Что-то насчет того, почему он с тобой. Морте, серьезно, почему ты все еще со мной путешествуешь? Шеф, я же говорил, это из-за моего обещания, ясно? Он выглядит раздраженным. Почему же еще? Я не знаю. Тебе не было необходимости вертеться вокруг после того, как я тебя освободил. Ну, конечно, нет, шеф, но я... Внезапно тон его голоса задел тебе какие-то струны. И ты понял, почему он оставался с тобой все это время. Ты чувствуешь себя виноватым? Потому что когда-то давно стал причиной моей смерти. Так? И ты страдал с тех самых пор. Ой, да ладно, шеф, я чувствую себя виноватым. Я ж Морте! Да, я думаю, это так. Когда я пришел освободить тебя от заслуженной тобой судьбы, ты не мог помочь, но ты пытался. И когда ты мог уйти после того, как я тебя освободил, ты остался, потому что ты чувствовал себя в долгу передо мной. Морте немного помолчал, глядя на тебя. Возможно. Хм, знаешь, что смешно? Во-первых, я не знаю, что это было за чувство. Оно вроде как съедает тебя изнутри. Понимаешь? Я имею в виду, сперва я думал, что это побочный эффект каких-то чар, которые свели меня с тобой. Но после нескольких сотен лет я понял, что это было нечто большее. Что-то более глубокое. Я просто почувствовал себя неполноценным, как-то связанным с тобой. Может, это все твое страдание, шеф? Твое мучение? Я не знаю. Может, я почувствовал... Не знаю, за что я чувствую себя виноватым. Что, если что-то совершенное мной привело тебя к такому положению? Дело в том, что я не думаю, что я или кем бы я ни был мог видеть последствия всей совершенной мной лжи и обмана. Когда я увидел тебя впервые и находясь в ловушке в колонне, я откуда-то знал, что ты был тот, кого я предал. Однажды, очень давно, Морте вздохнул. Это все, что я знаю. Понимаю. Спасибо, что прояснил Морте. Не, не, не благодари меня. Морте вздыхает. И, к твоему удивлению, его голос выглядит как-то более сильным, более уверенным. Несколько трещин и переломов исчезли с его черепа, словно он вылечился. Не, вся благодарность тебе. Словно целый план исчез с моих плеч. Кажется, так говорят. Хорошо, Морте, пошли. И мы получили уровень. Добавим еще немного обаяния, харизмы. Она нам пригодится. И, кажется, настало время сваливать отсюда. Пора уходить. Арка, сделанная сучковатой ветки дерева, проросшего через пол лабиринта и затем превращенного в дверь. Когда ты шагаешь в арку, пространство под ней мягко сияет. Кажется, она ведет в странный сад, состоящий из черных шипов. Когда ты проверяешь арку из ветвей, ты замечаешь, что левая часть ствола поцарапана, как будто кто-то взял нож и сделал несколько насечек. Но царапины отнюдь не похожи на следы ножа. Они напоминают отметины от чьих-то острых когтей. Поцарапать ствол дерева своими ногтями и посмотреть, что получится. Ты погружаешь свои ногти в кору и, к твоему удивлению, дерево расползается под твоими ногтями как овсенка. Ты продираешься ногтями сквозь ежевичное дерево и в ответ свечение за аркой усиливается, приглашая тебя пройти сквозь нее. Ладно, мы оставим эту нависающую ветку в покое. Нет, мы оставим ее в покое. Мы уходим. Игра очень настойчива хочет нас вернуть обратно. И нам нужно бежать отсюда прочь. Попробуем через ход. Сражаться с тенями и другим глазками я не вижу никакого смысла. Мне кажется, это будет просто бесконечное число. Так. Вот и портал. где мы? Теперь мы здесь. Если мы зайдем обратно. Пространство под колючей аркой кажется большим заброшенным городом, окруженным большими стенами. Должно быть, это тюрьма, упомянутая Рейвел. Какая удача. Сложить руки вокруг себя подобно клетке и прыгнуть в портал. к Рейвел. Продолжение следует... Я умер, и я не могу жить. Я не волнуюсь о том, как ты умер. Но напомню тебе за последнее время. Возьмите, или я тебя сломаю, где ты лезешь. Я думал, что умер в его руке мог бы выполнить обязательства, которое прошло в прошлом. Ты не мог бы думать, что этот человек бы иметь возможность. Ты был долген в том, чтобы ему думать, что он был успешен. Это мощная эта инкарнация. И он мог бы убить, но для некоторых шагов я имею. Я счастлива. Участлива тебя обернула, когда я тебя нашла. Участлива тебя для того, что придется, хаг? Я не могу. Я не боюсь. Не для тебя, ракетная пища. Участлива может быть, но несколько шагов участлива лет назад, и я знал, что ты придешь. Не прутягивает тебя. Я не могу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok